Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 20 апреля, среда шестой седмицы Великого Поста. И мы с вами, как и договаривались, в будние дни Великопостного периода читаем, размышляем над последней, согласно оглавлению книгой Нового Завета, апокалипсисом святого Иоанна Богослова. И вот мы с вами переходим к девятой главе, а, собственно, в конце восьмой сказано, что будет еще хуже, горе-горе, тем, кто услышит следующие три трубы, тем будет еще хуже. И вот читаем, что же происходит, когда трубит пятый ангел. Девятая глава, первый стих. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладези. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И наноя ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие. И волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов, на ней были брони, как бы брони железные, а шум, открылив ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. В ней были хвосты, как у скорпионов, в хвостах ее были жало, власть же ее была вредить людям пять месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Абвадон, а по-гречески Аполеон. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два. Вот, братья и сестры, мы с вами прочитали, какое горе произошло, когда вострубил пятый ангел. Сказано, что творилась кладезь бездны. Бездна — это такое место, согласно еврейскому представлению, где содержались все нечистые духи, все такое демонское, дьявольское, сатанинское. Помните, как, собственно говоря, в Новом Завете, когда Господь хотел исцелить бесноватого, то бесы просили не отправлять их в бездну, а в свиное стадо. То есть, бездна — это такое место, где находятся бесы, согласно еврейскому представлению. И, конечно, им там тоже не слишком хорошо, поэтому вот они и не хотели туда возвращаться. Ну и мы здесь видим описание некой такой губительной саранчи. Вот здесь образно описывается. Мы сейчас не будем, может быть, даже подробно останавливаться на всем этом описании. Но ясно, что саранча — это вот тоже очень серьезная казнь, то есть наказание Божие. И здесь написано, что она вредит как раз не траве, да не растениям, вредит она людям, не убивает их, но мучает, мучает пять месяцев, мучает только тех, кто не имеет, соответственно, печати Божией. То есть, тот, кто не запечатлен, того это саранча и мучает. Это запечатленные, они уже с момента того, как запечатлены под охраной Божией. И им уже не вредят вот эти горести, то есть то, что связано с звуками труп. И дальше мы с вами попробуем прочитать до конца главы, чтобы вот уже совсем мало бесед остается. Добраться хотя бы до середины книги, а потом, может быть, еще отметить несколько интересных моментов, который обычно волнует всех читателей апокалипсиса, например, даже то, что связано с таинственным числом 666. Поэтому читаем немножечко побыстрее. Итак, значит, 13 стих говорит уже о шестой трубе. Шестой ангел востребил, и я услышал один голос от четырех рогов, золотого жертвенника, стоящего пред Богом. Говоришь и шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней, на них садников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у них, как головы у львов. Изо рта их выходил огонь, дым и серо. От этих трех язв, от огня дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их. А хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни вчеродействах своих, ни в лудодеянии своим, ни в воровстве своем. Итак, братья Сеста, шестой ангел, когда его струбил, мы видим, что четыре ангела, которые при реке Ефрате, они освобождаются. Как бы сказать, да, река Ефрат открывается, граница ее открывается. Здесь как раз опять, в очередной раз, в книге Апокалипсис идет намек на угрозу Римской империи со стороны Парфианского царства. То есть, возможно, здесь намек на то, что именно из Парфии придет для Рима большая беда. Ну, тем более, что мы еще будем говорить чуть впереди об этом, скорее всего, успеем об этом поговорить, что была такая легенда о Нероне Воскреш. Мы помним, да, что Нерон, согласно каким-то историческим данным, был убит. Или же он сам себя убил. Здесь немножко разнятся версии. Но обычный народ, который любил Нерона, надо сказать, за то, что тот устраивал им зрелище, кормил их хлебом, все как положено, они считали, что он не убит, а убежал как раз к Парфиану. Потому что считалось, что он был не в плохих отношениях с этим самым царем Парфианским Вологезом, который в 62-м году действительно нанес сильное поражение римской армии. И вот, значит, Нерон должен вернуться в Рим, наказать своих врагов именно вместе с Парфианским войском. Такая вот ситуация интересная. У нас и в России такие ситуации подобные были. Там были лженероны, у нас были лжедмитрии и прочие всякие случаи. Там, да, Пугачев, который лжепетр Третий. Вот, так что такая легенда существовала. И поэтому считалось, что беда для Рима может, в частности, прийти именно с востока из-за Ефрата. Здесь тоже очень символически так красиво и даже ужасающе описываются. Вот эти все всадники. Это конница. Скорее всего, вот эта Парфианская. И получается, что были убиты, умерщвлены люди, третья часть людей. То есть опять фигурирует одна треть. Но сказано, что те, которые остались живых, ну, они не раскаялись. Они раскаялись, все равно остались на своих позициях языческих. Вот, так что получается, что... Это, кстати, очень важный вывод. Да, получается, что четвертая часть людей была погублена, не раскаялись. Семь труп пришло. Семь труп, в данном случае не семь, а шесть, да, протрубили. И уже погибла одна треть человечества. И сказано, что те, кто остались, все равно не покаялись. Вот это очень принципиальный момент, братья и сестры. Мы с вами о нем поговорим в наших следующих беседах. И обязательно акцентируем внимание на том, что вот как раз здесь и серьезнейший момент, опять же, христианский, связанный с тем, что Господь видит иное средство для спасения людей, чем постоянные вот эти репрессии, даже увеличивающиеся. Да, одна четверть погублена, одна треть погублена. Значит, по идее, надо уже половину человечества губить. Значит, вот это должно наступить. Или не должно это наступить. Вот ответ на этот вопрос мы с вами узнаем в наших следующих беседах. Сегодня напоминаю, что мы с вами прочитали достаточно бегло, но тем не менее постарались основные моменты отметить девятую главу книги «Апокалипсис». Это с первого по двадцать первый стих. И в следующий раз мы уже приступим к чтению десятой главы. Также напоминаю необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое превыше небес. Продолжение следует... Продолжение следует...